приветствую вас стильные мои девочки на нашем очередном пятничном дайджесте мастерской стиля прошу прощения сразу за мой голос немножечко осипший в общем на этой неделе я с голосом своим занимаюсь потому что я вообще не могла говорить но сейчас уже более менее но это технические все моменты когда много ведешь мастер-классов консультации иногда это случается но собственно в эту пятницу я хочу для вас подготовить небольшой видео урок на тему действительно того как же все таки выглядит стильно комфортно путешествия этот запрос позвучал прозвучал от вас в нашем чате школы мастерская стиля за что я вас конечно очень люблю и ценю потому что вы всегда даете мне очень классные идеи что вам интересно что актуально и если кто-то вдруг еще да будет смотреть этот урок и вы не находитесь в нашей школе конечно я рекомендую к вам присоединиться потому что сейчас как раз до 28 ноября у нас проходит черная пятница минус 50 процентов на все стандартные пакеты школы но собственно давайте ближе к теме сегодня тема как я уже сказала как путешествовать стильно и наверное часто мы с этим с вами сталкиваемся причем путешествие не означает какой-то масштабный да там перелет несколько часов или там через атлантику да то есть нет здесь может быть буквально какая-то поездка за город получасовая часовая неважно но в любом случае сейчас зима и хочется выглядеть при этом стильно комфортно я решила показать вам в моем любимом пинтресте кто еще кстати не установил это приложение прям рекомендую вам это сделать очень крутое очень вам поможет в насмотренности очень важно формирование своего персонального стиля так вот здесь всегда хорошие подборки материалов и собственно я не случайно вот первая открыла именно эту картинку на что вы поняли какая будет тема сегодняшнего дайджеста с одной стороны а с другой стороны она очень круто иллюстрирует как раз суть образа для путешествий собственно в чем особенность этот образ и вообще это такой мини мини капсула да мини гардероб то есть когда вы куда-то перелетаете и путешествуете и у вас несколько пересадок и вы не один час находитесь дороге он должен быть конечно максимально первое комфортно поэтому все что к телу максимально комфортно а это и катаж мягкие ткани это какие-то вяженые изделия ткани которые мнутся и при этом вы можете все равно оставаться более-менее структурированном виде например пальто да но она не жестко а такое полумягкое вот все эти материалы конечно приветствуются формате образы для путешествий и я рекомендую здесь первое да то есть ткани должны быть комфортными в кошек ощущениям если вы чувствуете что вы выбираете какой-то костюм или брюки или кофту и она колется и где-то некомфортно вот для путешествий исключите подобные вещи потому что вы будете всю дорогу елозить дергаться вам будет неприятно и потом вот какие-то еще дабы покраснения то есть но не нужно кожу стрессом дальше выводить вот этим моментом помимо самой дороги поэтому первое это комфортные ткани конечно трикотаж конечно костюмы конечно это спортивные вещи но спортивные в городском образе вот сейчас здесь да один из вариантов которые мы с вами видим это однотонный костюм это спортивные брюки на резинке далее это может быть свитшот или худи с капюшоном почему это удобно потому что если вы перелетаете куда-то едете может быть снег дождь какая-то непогода ветер и чтобы не надевать шапку да не усложнять себе образ вы просто набросили капюшон и пошли при этом как вы видите очень круто и все это комбинируется с пальто с тренчем с пуховиком и естественно какие-то кроссовки полуспортивные обувь конверсы и так далее далее что нужно еще обратить внимание вот я прям буду на примерах вам показывать помимо пальто конечно в образах для путешествий могут быть шубы из искусственного меха в том числе да девочки я понимаю что наверное сейчас это будет немножко неожиданно звучать но если вы путешествуете и так у вас какое-то легкое настроение то есть вы не едете с какими-то тяжелыми сумками баулами ваши чемоданы на колесиках все очень комфортно то вполне можно выглядеть еще и чуть более нарядно даже в таком случае выберите например какой-то искусственный мех с принтом или это может быть однородный цвет какой-то более яркий желтый красный синий сейчас это тоже актуально и конечно альтернатива пальто или шубе из искусственного меха это пуховики пуховики самых разных форматов объемные ни в коем случае не приталенные которые вот знаете как не сковывают вас в движениях то есть учтите что для верхней одежды в образе для путешествий нужен максимальный комфорт поэтому вот здесь история с таким оверсайз с легким оверсайзом вообще идеально как минимум я беру всегда на один на два размера больше верхнюю одежду для того чтобы вы могли как-то свой образ но максимально комфортно для себя использовать конечно же вот еще как альтернатива жакеты и вот это как раз история про многослойные образы которые я очень люблю то есть смотрите вот на девушке справа да мы видим тот же самый худи те же там спортивные штаны кроссовки и при этом такой оверсайз жакет как с мужского плеча прям реальный если бы он не был настолько оверсайз то вот при этим слоем можно смело добавить пальто от девушки которая стоит в серединке или пуховик от крайней девушки с другой стороны и это все будет смотреться на самом деле очень комфортно очень удобно и почему я еще рекомендую вам такой лайфхак для образов для путешествий именно многослойность потому что если вы например выходите на улицу да то есть вы вышли из дома вы идете например до вокзала или куда-то пешком вам чтобы защитить себя от холода ветра какой-то неприятной погоды вот эта многослойность да то есть несколько слоев одежды спасет но вы садитесь например в такси или садитесь в поезд или в самолет или еще куда-то вы конечно же снимаете верхнюю одежду остаетесь например в жакете и в том же самом костюме и выглядите более аккуратно более собрано если вам дальше хочется да что-то с себя снять или вам просто хочется еще больше расслабиться в дороге вы снимаете с себя жакет и остаетесь в спортивном костюме это все очень круто работает то есть учтите вот этот момент как бы снимание с себя слоев именно в образе для путешествий еще конечно мне очень нравится использование вот в таких дорожных легких образах денима то есть вместо спортивных костюмов это могут быть классические наши джинсы и тот же вариант с обувью такой кэжуальной например конверсы или кроссовки конверсы, джинсы и вот такое оверсайз пальто-халат или пальто однобортное или двубортное с таким переброшенным шарфом это вообще классика образов для путешествий в Европу потому что это настолько классический какой-то вариант причем пальто может быть не только однотоном но и принтованным в клетку, в полоску, в рисунок в общем вы уже здесь выбираете самостоятельно как вам удобно ну вот смотрите да это еще калюстрация того что джинсы точно так же могут дополниться да еще одним слоем это теплый какой-то свитер или водолазкой или такой средней плотности трикотаж пашинировая кофта идеально в этом случае причем смотрите да вы можете дополнить вниз еще футболка еще одним слоем если вы понимаете что возможно вам будет жарко в самолете или в поезде и вы разденетесь и вам будет удобно соответственно смотрите пиджак добавляется как я вот здесь показала в клетку и например вот в предыдущей фотографии такой же сверху пальто набрасывается и все просто образ сложился легко и просто вообще конечно когда мы с вами говорим про путешествия я использую тот же самый подход что и в гардеробе обычном то есть это капсульный подход когда вы выбираете несколько вещей например это низ и 2-3 верха так чтобы они работали как взаимосвязанные единицы вот как здесь да обратите внимание это тоже тревел капсула причем подобных вот посмотрите да капсул всегда очень много на пинтересте и это вам реально крутое подспорье я даже это не делаю просто нашла то что интересно вам будет показать и обратите внимание какие здесь есть элементы это комфортные брюки на высокой посадке то есть альтернатива джинсам не только спортивные штаны но и брюки широкие комфортные которые вам нигде бедра не сдавливают вам удобно сидеть стоять наклониться то есть вы чувствуете себя комфортно очень важно чтобы они были на комфортной вам посадке я не говорю что высокая посадка это самый вообще оптимальный вариант но как ни странно в большинстве случаев да и здесь вы можете выбрать для себя среднюю посадку если вам по пропорциям своим комфортнее именно такой вариант носить но как ни странно ну вот просто да альтернатива смотрите это брюки далее это может быть вариант верха каких не только свитер не только худи но и например даже клетчатая рубашка причем клетка может быть еще в разную там расцветку в разную плотность и так далее то есть это может быть еще один промежуточный слой в ваших образах пальто как мы уже с вами посмотрели и не забывайте конечно про аксессуары то есть не только худи да классно работает но и например может круто работать какой-то шарф причем шарф может быть еще из искусственного меха как акцент цветом вот вы видите здесь да на вот сейчас я вам покажу вот я про этот образ сейчас говорю шляпа безусловно шапка то есть здесь у вас могут быть разные варианты специально вам показывают такой капсульный подход и так ну это вот то что мы с вами сейчас смотрели в принципе в самом начале я вам рекомендую всегда заглядывать в общие подборки ну вот кстати да то есть если мы говорим про спортивные штаны вот вам тебе очень наглядный образ с чемоданами со спортивными штанами кстати обратите внимание еще очень важный элемент образов для путешествий это сумки почему это важно потому что когда вы путешествуете вам критически важно иметь свободные руки для чемоданов для сумок для открывания дверей там доставания документов в общем вся эта история я сама когда путешествовала то есть для меня это был прям самый важный момент брать такую сумку поясную или через плечо кроссбади которая мне позволяет высвободить руки я рекомендую вам здесь брать либо сумку седло либо сумку с несколькими обязательно отделениями где вы можете распределить документы либо сумку где есть такой знаете как она складывается несколько отсеков и обязательно наличие широкого ремня почему потому что с точки зрения комфорта если это будет узкий ремень то просто будет тянуть спину шеи будет неудобно если это широкий ремень то вы можете спокойно быть уверены что не настолько будет отягощать вашу спину эта сумка поэтому на это обратите внимание ну и если мы говорим еще про цветовую гамму то я в дорогу конечно вам рекомендую брать какие-то нейтральные естественные цвета как основу и разбавлять акцентами в виде может быть вот как раз яркой шапки яркой верхней одежды возможно сумки но вот основу в целом берите спокойнее для того чтобы вам быть более комфортными в дороге вот еще один вариант образа например если мы берем путешествие вот сейчас в зимнее время и будет выход например на снежную какую-то погоду то берите конечно пуховик причем пуховик закрывающий обязательно поясничную часть девочки просто да к вопросу о том что стиль не обязательно это короткий только вариант помните о здоровье поэтому я здесь все-таки рекомендую вам прикрывать спину прикрывать ну скажем так все наши критически важные органы понимаете здесь важно совместить красоту с комфортом и с здоровьем поэтому вот такая длина где-то выше колена это оптимально для путешествий выбирайте пуховики легкие из уха из вот именно синтепон чтобы был прошит не объемно а более так компактно для того чтобы вам было комфортно его нести этот пуховик на себе ботинки могут быть альтернативой конечно же конверсам кроссовкам в общем любой спортивной обуви да и ботинки желательно так чтобы закрывать вашу щекотку потому что это действительно спасет от задувания и так далее вы сможете в этом легко потом и погулять по городу и в принципе такой образ прекрасен не только для происшествия самого перелета но и для похода в городе для прогулки обратите внимание на шарф и шапку да то есть здесь они тоже присутствуют и являются акцентом ну вот как я вам сказала да я в пинтересте всегда очень люблю забивать вот какие-то такие travel looks outfits winter да то есть формулировки которые вам позволяют максимально это для себя посмотреть и вот вы всегда можете вдохновиться какими-то идеями да вот посмотрите сюда например образ ботинки черные леггинсы кстати могут быть альтернативой джинсам черным и синим еще и кожаные брюки прекрасно впишутся в образ для путешествий пальто классическое да сумка опять-таки как я вам уже сказала обязательно кроссбадди чтобы освободить руки и вперед очки ну какие-то аксессуары вы естественно можете добавлять в этот образ ну вот опять же да яркая шуба как я вам сказала худи брюки трикотажные брюки сейчас этих вариантов очень много начинают масс-маркеты и так далее конечно для многослойного образа в путешествии прекрасно еще подойдет вариант вот такого кардигана который можно сверху еще да дополнить пальто или пуховиком либо например мы с вами можем взять жилет тоже история такая понятная вот но в принципе в общем и целом да вот образ для путешествий прекрасный тоже шуба может быть искусственного меха да вы можете для себя выбирать то что вам гармонично мне очень нравятся монохромные образы в дорогу и это не обязательно только там спокойные тона если вы чувствуете что вы хотите чего-то такого акцента выбирайте но просто с учетом того что в дороге все равно много людей и наверное комфортнее так чтобы передвигаться было быстрее ну я выбираю более все-таки естественную гамму ну вот обратите внимание тренч да может быть альтернативы безусловно то есть здесь все очень лаконично понятно и не забывайте конечно про шарфы перчатки вот такие аксессуары ну то есть это может быть вполне себе носибельно так ну в принципе тут вы я думаю поймете да какова тематика образов для путешествий вот мне очень нравится такой вариант лука здесь самое главное чтобы вы для себя вычленили да какие-то основные единицы то есть например это могут быть джинсы кожаные брюки спортивные штаны и дальше подумали как это укомплектовать различными верхушками вот такой небольшой да наглядный демонстрационный урок я для вас сегодня записала в дайджест смотрите делайте для себя подборки какие-то да идеи транслируйте будет очень круто если вы соберете особенно тот кто у меня собирается путешествовать какие-то образы для себя и кините прямо в чат для того чтобы мы действительно вместе над ними поработали вы знаете что те кто у меня обучаются на мастерской для вас как раз такая опция есть и я напомню что безусловно вы можете присоединиться в нашу школу на абсолютно сейчас льготных условиях до 28 ноября действует минус 50% на все три пакета мастерской стиля я не буду на самом деле сильно на этом останавливаться да но единственное что я хочу вам сказать что действительно на мастерской вы ищете свой образ вы понимаете как это все начинает для вас работать и стильный гардероб и конкретные какие-то образы для вас становятся очень понятными единственное что наверное сразу скажу что это все-таки работа и вот я специально да в презентации в которой есть информация по школе вставляет такие наши уникальные случаи которые действительно показывают насколько женщина может измениться занимаясь собой своим образом поэтому девочки вы сейчас можете для себя делать определенные выводы да получать какую-то информацию но вот если нужна вам информация про мастерскую стиля кто еще не с нами конечно приходите это то что вы получаете обучаясь у нас посмотрите сколько курсов начиная с базового и другими курсами которые есть сейчас на школе поэтому приходите задавайте вопросы и помните что все что касается вашего стиля это только в ваших руках ну а я собственно буду ждать ваших новых идей которые будут касаться да наших ближайших встреч в декабре и конечно же пишите вообще ваши идеи по поводу новых рубрик новых каких-то да тем для работы до встречи мои дорогие изучайте материал пишите вопросы люблю целую увидимся на мастерской на мастерской везде поэт льв-бив берет первая